добрый день дорогие друзья мы начинаем их передачи обзор рынков фиба групп и с нами сегодня аналитик компании фиба групп татьяна лейко татьяна добрый день добрый день игорь добрый день коллеги сегодня опять бурный день последние дни вообще-то сказать замечательные и вот сегодня мы с утра наблюдаем пробитие нефти ниже 30 уже четвертый час мы ниже 30 долларов за баррель крепимся сидим гадаем что же чему чем это грозит и что с этим делать советуете будем очень рады дело в том что ситуация двоякая то есть для трейдера самое страшное когда рынок не двигается и стоит в одном и том же диапазоне и не дает в принципе нам заработать то есть не вверх не вниз но мы все прекрасно понимаем что экономика россии очень сильно зависит от того сколько будет стоить нефть и к сожалению она показывает все новые и новые минимумы то есть в принципе если абстрагироваться мы должны радоваться чтобы нефть движется и мы можем на ней заработать но с фундаментальной точки зрения которая влияет на наше все благосостояние это негативный фактор к нефти мы вернемся чуть позже найдем начнем традиционно с экономического календаря сегодня ожидаем не только бурный день с технической точки зрения но и с фундаментальной мы знаем что ожидаем данные по америке достаточное количество да это изменение объема разница торговли это изменение объем а разность и торговли без учета продаж автомобиля индекс цен аспроизводители и ид kö Convention а он дом 296 да все изменения объема разницу е допустим не твор師 владителя ожидаются хуже прогнозом по поводу настроении потребителя от выpr pessoa но она плюс минус держится а в тому же самом диапазоне то есть в принципе ожидаем негативные новости по Америке, которые могут спровоцировать ослабление американской валюты и, соответственно, укрепление других валют по отношению к доллару США. Давайте перейдем на график и посмотрим, что же, собственно, происходит. Давайте посмотрим, конечно. Видим экран хорошо. Так как мы, в принципе, уже начинали с нефти, то пройдемся по нефти и поговорим о тех валютах, которые являются очень, в прямом смысле этого слова, зависимы от цен на нефть и перейдем далее к основным валютам, такие как евро, доллар и так далее. Изначально нефть, видим, что, хочется сказать про дневной график. То есть видим, что три дня нефть тестировала диапазон в 30 долларов за баррель. Сейчас видим, что потихонечку спускается вниз. Если сегодняшняя свеча, то действительно дневной график очень знаковый. То есть если сегодняшняя свеча закрепится ниже отметки в 30 долларов за баррель, то будем рассчитывать, что данный актив вошел в диапазон между 30 и 25 долларами. То есть предпосылки не очень пока хорошие по отношению к цене на нефть. Мы все прекрасно знаем, что не только WTI бренд, но и другие марки нефти снижаются. И уже даже появились такие интересные картинки в интернете, что стоят два киоска. В одном, значит, продают лимонад за 5 долларов, а в другом продают, собственно, нефть за 5 долларов. Так вот, там, где лимонад, там целая очередь. А вот киоск с нефтью уже, к сожалению, никто не подходит. То есть как бы такие вот печальные уже картинки появляются у нас в сети. Давайте посмотрим, что творится на этом фоне с канадцем и с рублем. Ну, то, что мы говорили про рубль. Вот этот уровень, который у меня был намечен еще до всех этих серьезных событий, 78,45, да, вот эта отметка так у нас и держится. То есть американский доллар-рубль потихонечку движется к этой отметке. И, честно говоря, я считаю, что это не предел. Но, по крайней мере, будем ориентироваться на вот этот локальный максимум, который станет знаковым. Если пройдет, уже будем говорить о следующем ценовом диапазоне. Что касается канадца. Ну, видим, что канадец как бы следует за рублем. Доллар-канадец очень активно движется вверх. Если говорить о данной валютной паре, то целью у нас служит отметка 1,4700. И канадец, доллар-канадец медленно, но уверенно к ней приближается. Если посмотреть на часовой график, да, видим, что тоже ходят такими, тестируются уровни, пробиваются, откатываются. То есть очень хорошо работают здесь у нас зеркальные уровни, работают хорошо определенные ценовые диапазоны, то есть при прорыве которых мы можем открываться на, собственно, на покупки, естественно. Так как коррекции у нас есть, но против такого сильного основного тренда я не думаю, что целесообразно открывать позицию. По поводу отметки 45,30, она является знаковой для данного актива. То есть при пробое также будем открываться вверх. Можно также использовать уровни Fibonacci для определения коррекционных движений, то есть если вы пользуетесь этим инструментом. И сейчас перейдем, собственно, к паре евро-доллар. Евро-доллар тоже очень интересная ситуация с этим активом, потому что я говорила, пока вот, согласно Ишимоку, пока данный актив находится в облаке, не вполне ясно, куда он пойдет. То есть важно ориентироваться на минимумы и максимумы, то есть при пробое которых, вот при пробое этих отметок будем уже принимать решение относительно покупок либо продаж. Напомню, что в текущем диапазоне эта отметка 1,1010 и 1,0860. Вот она здесь. То есть я уже не расцениваю отметку 0,782, так как все-таки пара показывает, что больше у нее стремление к росту, нежели к падению. То есть если раньше не было понятно еще вот на этом отрезке времени, ну буквально в начале этой недели, когда мы с вами общались, то сейчас уже видим, что больше уже потенциала к росту, поэтому будем больше ориентироваться на отметку 1,1010. Также стоит смотреть, что происходит как бы на часовом графике. Давайте посмотрим. Видим, что здесь также важной является отметка 1,0930. То есть в принципе вот при преодолении этой отметки 1,0930 будем говорить, что можно входить на покупки к диапазону, с отработкой диапазона 1,0930, 1,1010. То есть что все-таки цена приблизится к верхней границе облака. Но пока вот говорить точные прогнозы нецелесообразно. Давайте посмотрим на фут. Давайте. Мы внимательно его всегда смотрим, потому что... Почему? Часто торгуем. Да, часто торгуете фунт, отлично. Как на дневном, так и на недельном графике. Вот на более крупных графиках видно, что действительно фунт у нас вошел... Ну, если на дневном это уже давно понятно, то на недельном вот потихонечку разворачивается также нисходящий тренд. Это говорит о том, что пара действительно собирается двигаться дальше вниз. Ближайшей отметкой в текущем положении дел является уровень 1,4280, которого пара активно двигается. Если мы посмотрим на часовой график, то видим отметку 1,4360, которую пара тестировала. Сейчас вполне возможно будет откат к ней, протестируют ее снизу, то есть будет зеркальный уровень, и хорошо будет открывать от этой отметки, собственно, короткие позиции вниз уже к той отметке, которую мы уже обговаривали. Это у нас уровень 1,4270, который тоже видно на данном графике. То есть при отбое, я все-таки думаю, что образуется зеркальный уровень, может быть, он не дойдет до 43,60. Нужно быть внимательными, потому что как бы видим, что здесь также присутствуют тени, вполне возможно, что и сейчас уже произойдет отбой, но стоит следить за данной ситуацией и вовремя открывать короткие позиции. Новозеландец. Новозеландец прекрасно отработал тот прогноз, о котором мы говорили. То есть, честно говоря, я не помню, ли я говорила на Ютроиде в понедельник, но писала аналитику по данному активу. Вчера, кстати, проводила скайпинар для Казахстана и объясняла им, что же происходит с новозеландцем и что с этим делать. Но, как мы понимаем, новозеландец, американский доллар, не так для нас, его падение не так печально, как ослабление рубля, поэтому можем порадоваться, что новозеландец идет вниз и дает нам такие хорошие сигналы. Видим, что было пробито облако и шло его тестирование с нижней стороны. То есть, шло тестирование именно важного участка, плоского участка, линии симпоуз-панбэ, которая отвечает за долгосрочную тенденцию. Это означало только одно, что если произойдет отбой, а, он будет фильм, б, с большой вероятностью начнется у нас нисходящий трек. Для тех, кто является перестраховщиком, можно было открываться не здесь, хотя здесь бы вы заработали больше, а можно было открываться при пробое также вот этого уровня, отметки 0.6515. Видим, что это также, кто является графиком, использует графический анализ, то вот этот исторический уровень также очень был показательным на пробой вниз. И действительно, видим, что новозеландец, американский доллар активно падает, на чем, в принципе, можно было заработать. Если вы используете дополнительные уровни, могли бы уже зафиксироваться около отметки 0.6430. Если вы предпочитаете стоять дольше, можно ожидать, пока актив будет, упадет до отметки 0.6270. Но, опять же, мы понимаем, что такое активное падение будет продолжаться не все время, а будут определенные коррекции. Напомню, что мы все-таки смотрим на дневной график. На часовом графике также все очень стабильно, интересно, то есть можно открываться вот после таких консолидаций, когда все-таки прорывается уровень вниз и фиксироваться около следующего уровня, если вы не приверженец долгого стояния по тренду. Поэтому новозеландец, в принципе, согласно той аналитике, которую я давала, дал очень хорошую возможность заработать. Австралиец. Давайте посмотрим, что у нас творится с австралийцем. Австралиец также очень свящая знаков, значим, да, вот эти сигналы, которые он предоставляет. Видим, что также идет четкий нисходящий тренд. Он еще не такой сильный, как бы нам хотелось. Облако достаточно узкое. Но если мы также используем графический анализ, то видим, что идет пробой отметки 0,69,00, то есть в том случае, если пара закрепится сегодня. ниже этой отметки, то будем рассчитывать, что данный актив вошел в диапазон 0,66,00, 0,69,00, то есть целых 300 пунктов, которые дают нам возможность также заработать. Сегодня день является показателем. Это касательно данных активов. Давайте поговорим еще про золото, что является достаточно интересным активом. Несмотря на всю волатильность и панику на валютных рынках, в принципе, было бы логично, что золото бы росло, потому что это такой актив-убежище, которое покупают в сложные времена. Но не тут-то было. В принципе, видим, что активный рост меняется активным падением и видим, что сейчас тестируется отметка 10,76,3, насколько я вижу. Все очень такое мелкое. И вот это тестирование совпадает, собственно, с нижней границей облака. То есть пара вошла в облако и вполне возможно, что сейчас произойдет отбой, она будет расти. Но опять же, все сигналы, которые мы получаем в облаке, они не являются такими сильными, которые нам хотелось. То есть к чему я веду? Пока пара находится в облаке, тоже нет таких сильных сигналов на покупку либо продажу. Чтобы получить большую уверенность, нужно дождаться, пока актив выйдет из облака и, собственно, укажет нам новое направление. Хотелось бы также сказать, что можно было бы заработать на ширине облака, так как она действительно достаточно широкая и предоставляет нам возможность заработать большое количество пунктов, но тот тренд, который мы наблюдали до этого, он не был настолько сильным, чтобы эта отработка произошла быстро и, можно сказать, безболезненно. Если бы падение продолжалось на протяжении года или полтора года, то можно было бы рассчитывать на быструю отработку ширины, но здесь я такого говорить не буду, потому что предыдущее движение не было настолько активным, сильным и не растянулось на продолжительное количество времени. Поэтому золотом пока мы наблюдаем. Вот так, Игорь. Вот такой у меня сегодня доклад. Я понял вас, Татьяна. Ну, мы золото тогда тоже, наверное, сегодня понаблюдаем, потому что так же нет уверенности. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы, Татьяне. Я, честно говоря, тоже внимательно, пока мы говорили по фунту. Я смотрю, что фунт прямо сейчас, для меня знаю только один график, минутный график, все остальное от лукавого. Я вижу, что на минутном графике фунт подошел и пытается пробить 1.43.51, и, наверное, мне кажется, что он будет пробивать ниже. Вы там будете на минутном? Да, да, да. Я другие графики не понимаю. У меня, собственно, к вам очень практический вопрос. Если все-таки фунт движется вниз, ну, мобиль альтернативы, естественно, вверх-вниз, так вот я уже начинаю верить действительно в движение вниз. На ваш взгляд, какой ближайший ценовой ориентир при движении фунта вниз? Ну, смотрите, сейчас... Давайте еще раз перейду на график. Да, давайте. Просто вот я сразу, ну, практически у меня интерес. Смотрите, очень, вот, честно говоря, не совсем правильный вопрос, какой ближайший ориентир. Вы можете зафиксироваться где угодно, просто нужно понять, где начнется движение, да? То есть что нам нужно? Нам нужен толчок вниз, вот как здесь, например, падение, да? Можно было зафиксироваться здесь, если вы жадны, можно было зафиксироваться здесь, а можно было зафиксироваться здесь. Ну, то есть как бы... А в ближайшие уровни, то есть среднесрочная перспектива, она действительно идет нисходяще. Сейчас, если сформируется свеча отбой от зеркального, точнее, от уровня, да, и сформирует зеркальный уровень, тогда вы можете закрепиться под этой свечой, если увидите, что действительно тенденция пошла дальше вниз, можете закрепиться близ уровня, который у меня намечен, 1.42.70. то есть как бы все зависит от вас. Главное, получить здесь вот отбой от этого уровня вниз, который, я думаю, что сейчас вот и сформируется. Во всяком случае, к этому идут все показатели. Я понял вас. Ну, Татьяна, я вам тогда тоже покажу сразу свой график, раз уж мы на... Я поверил, честно говоря, в движение фунта вниз больше, ну, из той аналитики, которую мы увидели и услышали. Сейчас поменяется у нас экран. Простите, я какая-то вот смотрю на себя, я прям такая красная, у нас очень-очень жарко, поэтому прошу прощения, что прям такой неестественный цвет лица. Ничего страшного, все нормально. Так вот, я, собственно, для себя, я так понимаю, что вот у нас... Я поверил из той аналитики, которую вы показывали. Я сделал для себя вывод, что все-таки фунт может двигаться вниз. Ну, и для себя я определился, что поставил Take Profit, стоп-лосс небольшие такие. И мне кажется, что вот до этого уровня 1,4335 где-то мы должны дойти. 1,4335 секунды. Давайте я посмотрю. Простите, выпадает ухо у меня сейчас. Закреплю ухо, чтобы посмотреть график. Все очень сложно. Так, 1,43... Нет, не получилось. Все, буду... Да, 1,4335. Я просто... А почему вы так фиксируете близко? Смотрите, можно зафиксировать как минимум 1,4325. Еще на 10 пунктов ниже, на минимуме предыдущей часовой свечи. Ну, как вариант. Да, давайте вот я на экране сейчас вывожу вашу идею. Значит, 1,25 это вот сюда, под эту предыдущую. Да, 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 да. То есть попробуйте так, посмотрите. То есть раз уж... Давайте понаблюдаем. Да, раз уж мы верим в глубокое движение, то, так сказать, давайте будем верить по максимуму, да. Хорошо. Хорошо, Татьяна, понял вас. Поэтому решение принято. Стоп-лосс, трик-профит поставим. Причем стоп-лосс я поставил специально для вас. Без вас я бы его не поставил. Знаю, знаю вашу любовь к риск-менеджменту. И поэтому, так сказать, берегу ваши чувства и ваши эмоции. Я шучу. Конечно, стоп-лосс очень важное дело. Никогда нельзя им пренебрегать. И вы абсолютно справедливо нам об этом всегда напоминаете. Спасибо огромное, Татьяна. Так что торгуем, торгуем. Вам уже успехов на рынке сегодня. Хорошо, спасибо. Хороших выходных. Спасибо. До свидания. Спасибо.